Сегодня мы поговорим о самых ярких новых проектах последних лет, в которых принимает участие замечательный актер театра и кино, а также звезда сериала «Ничто не случается дважды» Антон Батарев. «Ты только мой» Татьяна и Михаил Кравчуки воспитывают приемного сына Льва, мальчика с непростым характером. Переходный возраст все только усугубляет, и в семье назревает нешуточный конфликт. Тем временем из колонии выходит родная мать Льва, которая планирует вернуть себе сына. В данной картине Антон Батарев сыграл главную роль мужчины по имени Михаил Грозный. Также в 2020 году на экраны вышел сериал «Грозный», в котором Батарев сыграл роль Данилы Захарина, боярина и брата Анастасии. Царь, рожденный править, рос сиротой, терпя притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками. Обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг. Грозный – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения. В сериале «Елена. Прекрасная» 2020 года Антон Батарев также сыграл главную роль. А история поведала нам о судьбе Дмитрия Ресничкина, автора популярных романов. Его книгами зачитываются миллионы женщин, но читательницы не знают о том, что на обложках его произведений красуется фотография и имя совсем другого человека. Эдуарда Громова, который на самом деле всего лишь издатель. Почему же пишет один, а вся слава достается другому? Да потому что Эдуард – красавец, а Дмитрий, увы, природа наградила его крайне непривлекательной внешностью. Маркетинг беспощаден, ведь он требует, чтобы на обложке женского романа было красивое лицо. Иначе книга плохо продается. Также в 2020-м Антон Батарев сыграл роль редактора в мини-сериале-мелодраме «Граф Долю». Первая любовь юных Богдана и Александра трагически обрывается. Из-за несчастного случая Богдана погибает. Убитый горем, влюбленный, с трудом находит себе силы жить дальше. Проходит 10 лет. Взрослый и успешный Александр собирается жениться на Марине, девушке, с которой дружит с детства, и которая когда-то была лучшей подругой Богданы. Накануне свадьбы он случайно встречает молодую женщину Кристину, как две капли воды, похожую на его первую любовь. Кристина не знает, кто такая Богдана, и не понимает, почему на нее так смотрит этот незнакомый мужчина. Она вполне довольна жизнью и собирается замуж за парня, который когда-то в юности был лучшим другом Александра. Почему Кристина так похожа на Богдану, и почему сердце Александра подсказывает его любовь жива, расскажет эта история. Также Антон Батарев сыграл в 2020 году в мини-сериале «Продается дом с собакой». Актеру досталась главная роль ветеринара Валерия. Полина в один момент остается без возлюбленного, работы и съемной квартиры. Это огорчает ее гораздо больше, чем известие о смерти отца, на которого она обижена с детства и с которым не общалась последние пять лет. Полина едет в родной город, чтобы поскорее продать его дом, вернуться и снова завоевать свое место под солнцем в большом городе. Но именно в отцовском доме она осознает, как ошиблась насчет своей семьи. Также девушку ждет и судьбоносное знакомство с врачом-ветеринаром Валерием. Дадут ли они шанс друг другу на взаимные и искренние чувства, или же вернутся в прежнюю жизнь, расскажет эта история. Поразительно, но в 2020 вышел еще один сериал с участием Батарева, где мужчина сыграл охранника. Ну а сам проект носит название «Расколотые сны». Близнецы Кира и Аделина похожи, как две капли воды, только внешние характеры у них разные. После трагической гибели родителей близняшки оказываются в детском доме. 15-летних сестер собираются усыновить, но директор детдома, невзлюбившая, задиристую Аделину, настаивает на том, что Кире в новой семье без ее проблемной сестры будет даже лучше. Аделина, подслушав этот разговор, решает, что если повезти должно лишь одной, то этой сестрой будет она. Аделина опаивает Киру таблетками и вместо нее покидает детский дом. Через 14 лет судьба снова сводит девушек, но новое знакомство длится считанные дни. Киру убивают прямо на глазах у сестры. Аделина решает во что бы то ни стало найти убийцу, но для этого ей нужно снова стать Кирой. В 2021 году на экраны также вышел сериал «Гадалка» из 16 эпизодов, где Антон Батарев сыграл главную роль Михаила Супруна. А история рассказала о жизни девушки Кати, которая работает медсестрой в областном городке. Девушка обладает даром ясновидения, но считает свои мистические способности психическим отклонением. Волею судьбы она переезжает в столицу и начинает работать в полицейском участке. Там она осознает, что ее дар вовсе не недостаток, и с его помощью находит разгадки в самых запутанных криминальных делах. Приняв себя, Катя познает и мир настоящей любви. Отмечу, что планировалось создание второго сезона этого проекта. Впрочем, в текущей ситуации о чем-либо конкретно, в том числе о дате выхода, сказать что-либо пока сложно. Также в 2021 году вышел еще один интереснейший сериал «Любовь без тормозов», где главную роль также сыграл Антон Батарев. Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием. У них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара, но эта идиллия лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги обманывают друг друга и давно несчастны в этих отношениях, а по факту их семьи давно нет или же никогда не было. Кири предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его столько лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает навстречу. Он жмет на тормоза, но они не слушаются. Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары, следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле, ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные скелеты в шкафу. Но это окажется весьма непросто. Также в 2021 году вышел второй сезон сериала «Швабра», в котором также принял участие Антон Батарев, сыгравший главную роль капитана полиции. В новом сезоне Анну Швабрину и капитана Вершинина ждут новые испытания судьбы. Главные герои пытаются наладить свою личную жизнь, свадьба, будущие дети. Однако на пути к их общему счастью встанет Фатум. В общем, продолжение обещает быть интересным. Еще один проект, который пока находится в производстве. Это сериал «Три плюс три». О нем пока мало что известно. Кроме того, что режиссером и сценаристом сериала выступает Оксана Байрак, подарившая нам сериал «Ничто не случается дважды», который стал настоящим хитом. Это были все проекты, в которых принимал участие замечательный актер Антон Батарев за последние годы. Какой из сериалов, о которых мы сегодня с вами говорили, привлекает ваше внимание наиболее всего? Непременно напишите об этом в комментариях, друзья. И не забывайте подписываться на канал Горинов Мир Анонсов, где мы говорим о кино. Мирного неба вам и берегите себя. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»